Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока звучит таким образом. Компоненты экосистемы, стратегии выживания и типы взаимоотношения организмов, основные характеристики и особенности структуры популяции. Сегодня на уроке вы узнаете о компонентах экосистемы, о типах взаимоотношения организмов друг с другом, о стратегиях выживания организмов и научитесь сравнивать водные наземные экосистемы, описывать основные характеристики и особенности структуры популяции. Ребята, тема, которую сегодня мы обсудим, относится к разделу экология. Экология – это наука, изучающая взаимоотношения живых организмов друг с другом и с окружающей средой. И главное понятие экологии – это экосистема. Экосистема – это взаимоотношения живых организмов друг с другом и с факторами окружающей среды. Именно потребность в пище, в жизненном пространстве заставляет организмы вступать в разнообразные взаимодействия друг с другом. Экосистемы делятся на микроэкосистемы, к ним относятся небольшая лужа, возможно, труп животного, ствол гниющего дерева. Наверное, вы наблюдали, как на стволах гниющих деревьев могут расти мхи, грибы какие-либо, да? Различают мезоэкосистемы. К ним относятся лес, поле, к примеру, река и макроэкосистемы. Нетрудно догадаться, да? Океан, континент, тайга, степь и пустыня. В зависимости от среды обитания существуют наземные, пресноводные и морские экосистемы. Давайте приведем примеры каждого из них. К наземным экосистемам относят тундру, лес, лесостепь, степь, тайга, пустыни, полупустыни и горы. Водные. Из них пресноводные. Это пруды, болота, озера, реки и морские. К ним относятся моря, океаны и водоемы с соленой водой. Что же образует экосистему? Самая наименьшая единица экосистемы – это организм. Организм животного, допустим, да? Входит в состав популяции. Популяция образует сообщество. Все сообщества входят в состав экосистемы. Одним из основных подразделений в структуре экосистемы является ее разделение на биотоп и биоциноз. Так что же такое биоциноз и что же такое биотоп? Итак, биотоп – это относительно однородный участок, к примеру, суша или водоем, занятый определенным биоцинозом. Ну а что такое биоциноз? Это исторически сложившаяся совокупность людей, животных, растений, грибов и микроорганизмов, населяющих относительно однородное жизненное пространство, определенный участок суши или акватории, то есть биотопа, связанных между собой, а также окружающей их средой. И обратите внимание, биотоп плюс биоциноз – это экосистема, или по-другому мы называем ее биогеоциноз. В биоцинозах выстраивается длинная пищевая цепь охотящихся друг за другом организмов. Цепь питания – это пищевая цепь. В пищевой цепи выделяют три категории организмов, или, как мы называем их, три уровня. Это продуценты, консументы, редуценты. То есть перемещение веществ происходит в одном направлении – по трофическим уровням. Рассмотрим каждый из них подробно. Итак, продуценты – это и есть зеленые растения. Вспомните, пятый класс, седьмой класс мы давали характеристику. Продуценты – они производят органическое вещество. То есть это организмы, создающие органическое вещество из неорганических соединений. Выделяют две группы продуцентов – это автотрофы и хемотрофы. Следующая группа – это консументы. Организмы, которые питаются готовыми органическими веществами, их мы подразделяем как группу гетеротрофов. Также их подразделяют на две группы – консументы первого порядка и второго порядка. Первый порядок – это растительноядные или фитофаги, к примеру, овца, олень. И консументы второго и более высокого порядка – это плотоядные животные или так называемые хищниками. Виды, употребляющие в пищу как растения, так и животных, называются всеядные. Редуценты – это микроорганизмы, разрушающие отмершие остатки живых существ, превращающие их в неорганические и простейшие органические соединения. Важно знать, что редуценты служат санитарами земли, возвращают также минеральные соли в почву. Чем же отличаются консументы первого порядка от консументов второго порядка? Подумаем. Думаю, вы нашли верный ответ. Итак, консументы первого порядка, они употребляют в пищу продуценты, то есть они питаются растительной пищей. Консументы второго порядка употребляют в пищу консументов первого порядка. Какие животные относятся к всеядным? Это могут быть бурундуки, это могут быть белки, это могут быть ленивцы. Пищевая цепь представляет собой последовательность передачи энергии от одного вида живого организма к другому или же от одного трофического уровня к другому в пределах экологической системы. Все пищевые цепи начинаются с энергии, вырабатываемой солнцем, а затем она движется от одного организма к другому. Пример очень простой цепи. Итак, солнечная энергия. Происходит фотосинтез. Зеленые растения образуют органическое вещество. Зеленые растения могут поедаться зеброй. Зебру могут поедать хищники, к примеру, лев. Пищевые цепи показывают, как все живые существа получают свою энергию от пищи и как питательные вещества передаются между видами подцепочки. Итак, рассмотрим более сложную пищевую цепь. Растения в результате фотосинтеза образуют органические вещества. Их поедает, к примеру, кузнечик. Кузнечик становится пищей для мышей. Мышь поедает змея. Ну и змея может быть пищей для ястреба хищной птицы. Пищевые цепи образуют обширную трофическую сеть. Пищевая сеть. Итак, пищевые отношения организма в сообществе, где все живые существа являются объектами питания для других, это и есть пищевая сеть. Предпочтительно каждый организм может питаться не одним, а несколькими видами и сам может потреблять в пищу несколько других видов. Обратите внимание, когда траву могут поедать мыши, могут поедать зайцы, их могут поедать более крупные животные, хищники. Также это же животное может поедать хищная птица. Это и есть сеть. Итак, мы уже выяснили, что по пищевой цепи проходит передача энергии. Подсчитано, что на каждом этапе передачи вещества и энергии по пищевой цепи теряется примерно 90 процентов и только около одной десятой доли переходит к очередному потребителю. Это правило передачи энергии в пищевых связях организмов называется правилом 10 процентов. Вернемся к примеру водной и наземной экосистемы. Дана экологическая пирамида определенных экосистем с размещенными на ней трофическими уровнями. Если вы, ребята, заметили, они отличаются друг от друга. Водная экологическая пирамида не совсем похожа на пирамиду. Обратите внимание. Она имеет вид разрезанного ромба. Обратили внимание? Сравните, пожалуйста. Продуцентов в водной экосистеме меньше, чем в наземной. В океане, например, из продуцентов мы можем встретить только водоросли и планктон. В экологии рассматривают такое понятие, как популяция, которая является основным элементом любого сообщества живых организмов. И изучением популяции занимается раздел экологии – демэкология. Что же такое популяция? Совокупность особей одного вида, длительно населяющих одну часть ареала, то есть территории, свободно скрещивающихся друг с другом и дающих плодовитое потомство. Например, популяцию образуют все особи карася, обитающие в небольшом озере. Или же все деревья одного вида в лесу. К примеру, все деревья такого вида, как, например, береза в данном лесу. Популяция характеризуется такими признаками, как численность, плотность, рождаемость, смертность, возрастная структура, половая структура. Численность – это общее число особей, обитающих на какой-либо территории или в сообществе. Плотность – число особей, или же мы называем ее биомассы, приходящиеся на единицу площади. Рождаемость – свойство характеризует способность популяции к воспроизведению, частоту появления новых особей за единицу времени. Смертность характеризуется числом особей умерших за определенный период, то есть скоростью уменьшения численности популяции. Возрастная структура определяет соотношением особей разного возраста, которые тоже колеблется. И половая структура определяется соотношением полов к количествам самцов и самок в популяции. В биологии существует теория, определяющая две различные природные стратегии размножения живых организмов. При определенных обстоятельствах, обеспечивающие оптимальную численность для данного вида. И носят они названия R-стратегия и K-стратегия. R-стратегия – это рождение за единицу времени как можно большего числа детенышей. О каждом из них можно практически не заботиться. И каждый детеныш имеет не очень много шансов выжить. K-стратегия – это рождение небольшого числа детенышей, каждый из которых важен и ценен. Связи между разными организмами называют биотическими. И нам сейчас предстоит вкратце познакомиться с различными типами взаимоотношений к природе, которые выделяются среди огромного многообразия, взаимосвязи живых существ. Итак, первое взаимоотношение – когда обоим организмам очень выгодно. Это взаимоотношение называется симбиоз. К примеру, на рисунке мы видим симбиоз рака-отшельника и актиний. Следующий симбиоз – грибов и деревьев. Вы, наверное, ребята заметили, что грибы растут рядом с деревьями. То есть грибы получают от деревьев органические вещества, деревья же от грибов берут минеральные вещества. Очень взаимовыгодное сожительство. Следующее взаимоотношение – когда знак идёт плюс-минус. Что это означает? Когда организму одному выгодно, второму нет. В данном случае это конкуренция. Следующий тип взаимоотношений – это хищничество. Когда знак также идёт плюс-минус, когда одному организму выгодно, второму естественно нет. Следующее взаимоотношение – это нейтрализм и нахлебничество. Обратите внимание на знак 0-0. В данном случае оба организмы не влияют друг на друга. То есть они не являются, не составляют опасность друг другу. Следующим фактором эволюции живых организмов является приспособление организмов к факторам внешней среды. Приспособленность и адаптация – это любые свойства организмов, повышающие шансы на выживание во внешней среде. К примеру, длинная шея у жирафа позволяет добывать ему пищу там, где это не могут сделать другие животные. Это адаптация. Другой пример адаптации – толстый слой подкожного жира у моржа, который позволяет ему выжить в суровых арктических условиях. Адаптации бывают различные. По внешнему облику разных видов животных можно определить не только среду, в которой они развиваются и растут, но также их образ жизни. Например, все позвоночные, которые ведут подземный образ жизни, имеют компактное тело с короткой шеей и хвостом, слабо развитые глаза и, возможно, редуцированные ушные раковины. По отношению к свету можно выделить такие экологические группы, как светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые. По отношению к температуре – это теплолюбивые, жаростойкие, холодостойкие. И по отношению к воде – влаголюбивые и засухоустойчивые. Посмотрите, ребята, на рисунке показаны растения засушливых мест. Их называют обычно суккулентами. Суккуленты – растения, имеющие специальные ткани для запаса воды. Как правило, они произрастают в местах засушливым климатом. Растения, которые входят в группу, объединяемую термином суккуленты, не связаны между собой общим происхождением. Их схожие черты вызваны схожими условиями обитания. Итак, ребята, урок закончен. До свидания!